Поднять паруса. В МИАСе проходит детская регата на кубок путешественника Федора Конюхова. С 9 по 14 июня озеро Другаек в третий раз принимает соревнования, в прошлом году ставшие международными и включенными в календари Всероссийской Федерации парусного спорта и Минспорта России. Гонку в классе «Оптимист» проводит МИАСский клуб-отель «Золотой пляж». В регате принимают участие около 100 юных спортсменов от 9 до 14 лет, представляющих разные регионы России. В течение пяти дней ребятам предстоит состязаться на яхтах класса «Оптимист». 15 сильнейших из них получат путевку на открытое первенство России. Среди тех, кто мечтает попасть в число лучших, и Герман Цибгатулин из Тольятти. Несмотря на то, что ему всего 9 лет, он уже опытный яхтсмен, ходит под парусом 4 года. Герман всегда вспоминает тот день, когда дядя впервые познакомил его с яхтенным спортом. Меня мой дядя отдал. Я первый раз пошел на катере, прогулку. Потом меня отдали какой-то день, когда все мои друзья начали тоже первый день ходить. Я начал заниматься. Хочется побед, победить. Пока занимать призовые места на крупных соревнованиях Герману не удавалось. Но он не сдается и постоянно тренируется. А перед стартом хорошо проверяет готовность своей яхты. Черпак, когда ты вернешься на яхте. Ее нужно самому сворачивать и очерпываться. По итогам первой гонки лучшим стал земляк Германа – тольяттинец Дима Лоздин. Взрослые яхтсмены и судьи соревнований рассказали нам, что победить в гонке совсем непросто. В гонке для детей самое сложное, я думаю, это определить ветровые условия. Потому что у нас закрытый водоем горный, ветер меняется, и им достаточно сложно сориентироваться в изменчивых ветровых условиях. Старт соревнований был приурочен к завершению очередного путешествия Федора Конюхова. Напомним, на весельной лодке «Тургаяк» он за 160 дней преодолел Тихий океан из Чили до Австралии, установив тем самым мировой рекорд. Известный путешественник в эту пятницу приедет на Золотой пляж, чтобы лично вручить главный приз победителю яхтенной гонки. Продолжение следует...